Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Четверг, 14 декабря, и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. Американский доллар вчера подешевел, что отразилось на большинстве валютных инструментов, в которых мы сейчас посмотрим. Что касается пары евро-доллар, вчера мы видели закрепление выше максимальных значений 12 декабря, что в свою очередь нас переводит в фазу роста по данному активу. Коррекция в область максимальных значений, которые были зафиксированы вчера на отметке 1.1791, может стать интересной точкой для присоединения и движения в сторону уже отметки 1.1950. Ну а ближайший разворотный уровень или область, где мы можем разместить стоп-лост, находится за минимальными значениями 12 декабря. Это отметка 1.1716. Пара британский фунт и американский доллар также вчера закрепилась выше максимальной значения 12 декабря, что также нас переводит в фазу роста по данному активу с целями движения на отметку 1.3538 и 1.3597. Уход ниже отметки 1.3310, это минимальное значение, которое мы видели вчера и позавчера, и закрепление за этим уровнем вернет нас уже к продажам по данному активу. Пара американский доллар и канадский доллар сегодня с утра торгуются ниже минимальные значения, которые мы видели вчера, и на текущий момент мы также по данному активу можем перейти в фазу снижения. Здесь уже цели по движению находятся на отметке 1.2784 и 1.2634. Уход выше максимальных значений, которые мы видели вчера, на отметке 1.2879, вернет нас к покупкам по данному активу. Пара американский доллар и японская иена продолжают свое нисходящее движение. Вчера мы доходили до минимальных значений в области 1.112.45, следующая цель находится в области 1.111.40, именно туда сейчас пара и стремится. Но ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях, которые мы видели 12 и 13 декабря, это область 1.113.74. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают свое восходящее движение, достигли сегодня с утра уже целевых уровней на отметке 1.7624. Следующая цель это 1.7692. Тенденция на укрепление сохраняется и ближайший разворотный уровень в рамках уже часового таймфрейма мы можем отметить на минимальных значениях вчерашнего дня. Это отметка 1.7551. Евро фунт пока все еще не может продолжить свое восходящее движение, но оно пока остается в приоритете с целями ухода все-таки выше отметки 88.34 и далее с движением на 0.90. Закрепление ниже отметки 87.80 вернет нас к продажам по данному активу с целями движения на 86.60. Золото вчера также смогло закрепиться выше максимальных значений 12 декабря, что в рамках часового таймфрейма переводит нас в фазу роста и уже с этих уровней мы можем увидеть восстановление до отметки 1300 долларов за тройскую унцу. Ну а ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях вчерашнего дня. Это отметка 1240 долларов за тройскую унцу. Если золото все-таки сможет уйти вновь ниже этого уровня, то вероятно возобновление продаж по данному активу. Нефть марки Brent вчера смогла закрепиться ниже минимальных значений 12 декабря, что также в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу снижения по данному активу с целями движения на 92.60 и 61.84. Ближайший разворотный уровень в рамках часового таймфрейма находится на максимальных значениях вчерашнего дня. Это отметка 64.68. Поэтому если говорить о возобновлении покупок с целями движения на 66.44, то только после уже ухода выше максимума вчерашнего дня. По индексу DAX пока мы видим движение торговли в боковом тренде всю практически неделю. Основное направление пока остается восходящим, но оно будет актуально до тех пор, пока DAX торгуется выше отметки 13.069. Если все-таки индекс может закрепиться ниже этого уровня, то уже вероятно движение на 12.880 и на 12.700. Цель по восходящему движению – это закрепиться выше отметки 13.189 и далее уже пойти на 13.500. По биткоину вчера, наверное, был один из единственных дней за последние пару недель, когда мы не видели обновления исторических максимумов. Вчера этого не произошло, поэтому по биткоину мы можем ожидать в ближайшее время начала все-таки коррекционного движения. Для большего подтверждения будем следить за уровнем 15.727. Если биткоин сможет закрепиться за этим уровнем, то уже вероятность коррекции будет более наглядна. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, напоминаю, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и увидимся уже на следующих видеообзорах. Всем хорошего торгового дня и до свидания.